На конечнике стрел фрагменты керамики. Музей под открытым небом з'явится на территории Беловежской пуши. У так званым сканцения наведывальники смогут познаемиться с культурой и предметами побыту першобытных людей, які жили тут с каменного посередние вяки. Сегодня на месте сторожитной стоянки идут пошуковые работы. До артефакта удокранулися и наши корреспонденты. Вот так вот по 10 сантиметров уже вот этими совочками снимаем и, получается, в песке находим отщепы. Получается, кто-то находил наконечники стрел, осколки, кремневого ножа. Для Дениса Селенкова это первая в жизни полевая экспедиция. Будучи историк признается, навод и не думал, что практически на поверхней земле можно найти столько артефактов. Пошуковые работы ведутся побачь с заповедным лесом для раки лесной. Тут працуют в ученые Национальной академии наук и студенты двух университетов. Об этой сторожитной стоянце в ученым стала ведома еще на початку 90-х, минулого 100 года. У першиню археологи сюда пришли в 2007 году. И вот с доследованием узнавились. Сегодня тут плануют створить археологичный музей под открытым небом. Меркующие по знаходках проблем с экспонатами не будет. Вызначить место раскопа допомогли с дымки со сподорожника. Просочить культурный слой в ученые смогли по складе рослинности. Большость артефактов с каменного и бронзового веков. Кремневые ножи, скрабки, наконечники стрел. Трапляются так само знаходки больше поздних эпох. Например, фрагменты керамичного посуду. Люди не только пользовались вещами, но их изготавливали там же, где жили. То мы, соответственно, находим большое количество предметов, связанных с этапой изготовления древних вещей. Ну и в частности, так называемые нуклеусы. Это куски кремня, с которых скалывались заготовки. И в большом количестве у нас представлены разнообразные заготовки. Пластины, чепы. На памятнике Каменюки-1 планируется воссоздание городища раннего железного века. Кроме того, здесь планируется еще на других точках строительства средневековой деревни восстановление жилищ каменного века, бронзового века. Будут лежать орудия того времени, которые каждый может, допустим, попробовать порубить дрова каменным топором, либо кремниевым топором, чтобы посмотреть, как это трудно было, либо легко было жить и работать нашим предкам. Трапляются так само знаходки больше поздних эпох. Например, фрагменты керамичного посуду. Летняя экспедиция археологов завершается. Но, по словам специалистов, не выключено, что уже в осени доследчики сюда вернутся. Потому что первый объект из Кансена, музей под открытым небом, заплановано открыть тут в 2017 году. Субтитры создавал DimaTorzok